Неожиданные победы и поражения стали неизменным спутником первенства России по пехтованию на шпаге. Вот и день командных соревнований среди юниоров и девушек без сюрпризов не обошелся. Главной первой сеянной мужской турнирной сетки сборная Москвы-1 проиграла в стартовом бою команде из Кировской области. На самом деле не знаю, может быть переоценили, может быть недооценили соперников. За себя могу сказать, что я, наверное, перенервничал, может, не знаю, как такая встреча у нас. Мы то наносим хорошие, то получаем такие уколы средние. Видимо, поэтому я перенервничал, последний бой вышел и минус 5 проиграл. Казалось, что кировчане, получив в актив победу над фаворитом, просто обязаны теперь зайти на пьедестал. Но уже на следующем этапе они уступили сборной Самарской области-1. Возможно, немножко расслабились после прошлой встречи. Может быть, соперники были не настолько удобны, как Москва. Не получилось. Женская же сборная Москвы в составе Анастасии Солдатовой, Дарьи Пилиной, Айзанаты Муртазаевой и Мананны Саумовой тоже квалифицировалась первой. Но если Муртазаева в личный день соревнований взяла золото, то ее партнеры по команде не смогли войти даже в восьмерку. И все-таки золото в командных соревнованиях взяли те, кто согласно всероссийскому рейтингу и должен был оказаться на верхней ступени. У юниорок первенствовала Москва-1, одержавшая победу в финале над Мособлостью. Бронзу завоевала третья команда столичного региона. У юниоров в решающем поединке встретились сборная Санкт-Петербурга и Подмосковья. Вверх одержала команда из города на Неве в составе Георгия Бруева, Михаила Спирина, Олега Кныша и Эльбруса Абаева. Ну, конечно, была проведена определенная тренерская работа. Ну, так, как бы, немного буквально обсудили, но как бы знали, что мы сильные, знали, что у нас получится. Ну, получилось. Третьими у юниоров стала сборная Татарстана. Таким образом закончились соревнования по фехтованию на шпаге. В понедельник на дорожке базы Югспорт в Сочи выйдут раперисты.